всем привет из дремучих карпатских лесов сегодня с вами вновь горячие ролевые и мы говорим сегодня о горячих ролевых а игра как называется если бы я знал как это выговорить на самом деле она называется кафарнаум 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 это игра в мире тысячи одной ночи и синбада конечно же будем о ней говорить и увидим что у нас за новости за последнюю неделю видя запускает и ладно сань первая такая косвенная новость до настольные ролевые игры ну и там есть очень интересная тема скажем что хорошо да действительно она к настольным ролевым играм относятся постольку поскольку новость настолько большая что мы просто не можем пройти мимо нее потому что games workshop анонсировали девятая девятую редакцию правил для настольного варгейма вархаммер 40 тысяч и чем именно это интересно для нас сейчас расскажу идея в том что по словам games workshop девятая редакция правил этого культа варгейма будет иметь обратную совместимость с предыдущей редакцией правил что значит что если вы понакупали огромное количество кодексов и армии буков и подобных вещей под восьмую редакцию теоретически девятая редакция не отменит всего что было в восьмой редакции не реланч да 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 то есть это как будто дальнейшее развитие получается текущих текущей игры и она получается будет добавлять новые возможности в игру да то есть она будет идти по пути добавления чего-то нового без отмены всех предыдущих вещей и чем именно это интересно тем что сейчас очень много ходит спекуляции на тему того как например будет развиваться пятое издание dungeons and dragons и ну многие другие большие игры и все чаще и чаще и больше и больше издателей и вообще гейм-дизайнеров приходит к пониманию того что вполне вероятно что это один из наверное путей по которым могут пойти настольные ролевые игры в плане того что кроме пайза конечно и пайдера второго короче идея в том что если будут выходить будут выходить новые редакции правил например под ту же пятерку да то они не будут опять же отменять предыдущую редакцию то есть скорее это будет какое-то развитие то есть я не знаю как это конкретно будет реализовано и на самом деле ну если подумать то идея хорошая интересная но как она реализуема особенно в рамках вот настольных ролевых игры таких игр как dnd тоже ну как бы интересно непонятно я вот например боюсь того что будет какое-то со временем нагромождение просто опции опции правил книга да 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 я не знаю на самом деле знаешь я уверен что вот эти вот все бизнес-модели они исходят из софтвор девелопмента да у нас вот вышел вышла я думаю всегда самая центральная ну такая бизнес-схема это league of legends которая постоянный один проект одной компании самой главной до этих пор и сейчас я знаю там есть какие-то уже какие-то слухи о том что они будут выпускать какие-то другие игры всегда был один центральный проект который они постоянно развивали и не меняли его не реланчили не рестартили просто его постоянно развивали и он очень успешный и может и dnd имеет смысл такой ну как в рамках опять же ты прав настольных ролевых играх как это сделать чтобы у меня не было вот тут вот у нас до верха куча книг фиг его знает но с другой стороны я тебе говорил что есть еще вот это вот другая сфера настольных ролевых игр которые я считаю что очень кстати разрывается это dnd beyond до которые платформа на которых ты получаешь dlc до для своей игры и может это бизнес схемой будет работать хорошо может и нет я не знаю ну в компьютерных играх это работает люди да люди покупают эти новые дел сишки может где-то тоже так могут это доделать с другой стороны есть джимс гэмс гилд до где и есть это как-то в общем в общем это интересно и я читал огромное обсуждение как раз по этому поводу что как теоретически должна выглядеть шестая редакция джинс и драги с того же да то есть и многие сейчас вот предлагают именно такую модель развития но посмотрим а между тем и показали новый логотип тоже вархаммера 40 тысяч ребята пишите в чате кому понравился новый логотип вархаммера а еще мне понравились не кроны это вот эти такие терминаторы скелеты короче там фракция есть вархаммере они очень крутые модельки показали новые а стоп новая редакция предполагает новые миньки уже ну а ведь обычно обновляют добавляют точнее добавляют там где-то новых новые модельки в я понял это понятно так что вот такая вот новость следующая штука которая произошла которая опять же мне кажется что где-то было много раз говорим бедный по finder и не знаю почему он у нас под всегда под настрел но он ряд вот второе что-то произошло и мы очень жалеем об этом сейчас выходит новое обновление старое старое доброе забытое как это да это приключение это компания компания по kingmaker и по игре которая тоже выходила точнее это компа это была компания под по finder 1 потом вышла компьютерная игра и сейчас выходит под вторую редакцию и тут барабанная дробь и под 5 редакцию dnd и бадум почему я не знаю это я я когда прочитал новость о том что думайте с ким мейкер одна из наверное самых знаковых культовых больших компаний под Pathfinder 1. Ну, ее адаптируют под вторую редакцию. Ничего странного в этом нет. И под пятой эдишн Dungeons & Dragons. Это как Ланнистеры отдали королевскую гавань, короче. Ну да, да. Такое как-то странновато. Я вообще очень скептично отношусь ко всем Kickstarter'ам или ко всем проектам, которые издают и под пятую редакцию, и под Pathfinder. Или какой-то мульти как-то универсальная, как в 80-х было очень популярно выпускать какие-то боксы, которые были Universal RPG Setting. Типа под любую игру. Это типа ты умеешь все, но ничего. Толком. То есть чем обусловлен такой мув, я вообще не понимаю. То есть это так странно. Но с другой стороны может быть это, знаешь, такие первые шашки к тому, чтобы сделать Pathfinder 2 более... И вообще сделать вообще... Может сеттинг приблизить к тем, кто играет в D&D. Что ли, открыть его, да, для новых людей, может быть, из знаешь, из комьюнити пятого эдишена, чтобы они переходили в Pathfinder 2. Я не знаю, но это интересно. То есть мне интересно посмотреть, куда дальше будет двигаться Pyzos с его Pathfinder 2. И с Pathfinder 1, который прекращает... Так мне жалко их. А, и там, кстати, арт от этого, от... Как же его зовут? Wayne Reynolds. Да, который нарисовал обложку для этого нового кингмейкера. Прикольно. Ну, то есть это один из, наверное, самых крутых художников, которые работали над Pathfinder. Ну, Pathfinder-ский стиль, он есть Pathfinder-ский стиль всегда. То есть он всегда и будет. То есть жалко, что так это как-то все происходит. Ладно. Что у нас дальше? Да, у нас дальше интересная новость. Ну, как бы все мы понимаем реалии нового мира, в котором мы все живем. Вот это все удаленная работа, удаленные конференции, онлайн-концерты и тому подобные вещи. Несмотря на то, что огромное количество сейчас больших ролевых конвентов отменили, но вручение наград Энни будет происходить по графику, как и положено, как и предполагалось. Все идет по плану, но онлайн. И что еще интересно, что вести, вести, собственно, саму церемонию будут два очень крутых гейм-дизайнера, два очень крутых автора. Это Кен Хайт, которого многие могут знать по его одной из самых крутейших, наверное, работ, я считаю, это Найтс Блэк Эйдженс. Это не СВТ, а мужик. Да, он работал над большим количеством сапплементов под Empire of the Masquerade, Requiem, под Мэйдж Де Ассеншн. Короче, да, по всей линейке. Он много где наследил и над Трайл оф Тулху, конечно же, он работал. И второй человек, который будет тоже участвовать в качестве ведущего, это Робин Лоус, которого многие могут знать по эзотеррористам, фэн-шуй, хил-фолк и тому подобным играм. Он тоже много где наследил, много где оставил в книжечках свои имена, подписывал туда хитро. Вот, в общем, эти два прекрасных человека будут вести саму церемонию, которая пройдет 30 июля в 8 часов вечера, я так понимаю, это по Pacific Time, предполагаю. То есть, 10 часов разницы. Ну, мы видим, кстати, я на самом деле даже не видел. Есть уже номинанты? Нет еще, по-моему. Еще нету. Я думаю, только будут. Интересно, мы сможем, мы смогли как-то попасть нам в горячие ролевые, ну, в обзор некоторые новинки, которые в прошлом году были. Интересно, кстати. Потому что мы уже с прошлых Ennis как раз. Мы как раз начали в прошлом году, когда были Ennis с прошлых. Интересно, мы попали, наш вкус соответствует ли стандартам Ennis. Как вы думаете, ребята? Потом в комментах оставьте, как вы думаете, может, кто должен быть номинирован на эти игры. Может, вы уже знаете. На самом деле, мы много классных игр в этом году просматривали, так что увидим, что там дальше. Окей, на Crowd Republic от Pandora Box Studio выходит Unknown Armies игрушка. Она, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь, начинается Crowd в сентябре, что у нас написано. Нет, она, то есть, Crowd сейчас начался, но там просто интересная штука в том, что сейчас будут издавать стартовый набор и два первых начальных приключения. А осенью, я путаю, а осенью Core Book уже. А что это за игра? Я на самом деле не очень, ну, то есть, отыграю. В общем, в общем. Так это старая игра. Да, это старая игра, то есть, первая редакция вышла в 98-м году. Выпустили ее, кстати, Atlas Games, которые работали над Ars Magick'ой, и они же были при делах с некоторыми, ну, с некоторым контентом от White Wolf'у. То есть, они там писали кое-что под Мир Тьмы. В общем, интересная вещь, это Unknown Armies, это игра о, грубо говоря, магическом подполье, да, сверхъестественном подполье, это, ну, как бы, Atlas Games всегда что-то имеет. Да, 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 то есть, это современность, в которой, в которой все городские мифы, все городские легенды, это правда, можно так сказать. У нас есть психологический хоррор, у нас есть заговоры, у нас есть детективы, у нас есть магические, оккультные детективы и тому подобные вещи. Ваши персонажи играют, ваши игроки, точнее, ваши персонажи, которыми вы играете, это некие такие сверхъестественные герои, маги или люди, обладающие сверхъестественными способностями, которые, вот, борются за свои идеалы в этом странном мире. И там очень интересная штука, то есть, это D100-система, D100-система, многие ее сравнивают с магами под Мир Тьмы, потому что очень много похожего. Я же говорю, Atlas Games и Atlas Magica. В этой игре, кстати, одна из самых крутых, наверное, систем психологических травм, короче, расстройств, то есть, деградации психологической вашего персонажа, рапшина, вашего персонажа, то есть, она считается одной из самых крутых вообще. И сама игра, она очень такая странная, в ней есть очень много постмодернистских таких штук, например, на чем базируется магия, какие там бывают маги, да, то есть, там магия, она вплетена вот в современность, такой постмодерн, он очень по 90-ми, я бы сказал, где, например, маги, которые черпают свою магию из старых ВИЧС-кассет, или маги, которые там занимаются порномантией, короче, да, даже так, то есть, такие вот вещи, они очень странные, очень забавные, очень интересные, клептоманты, которые там, то есть, они черпают свою энергию магическую от, там, не знаю, того, что они похищают вещи чьи-то, короче, и кайфуют от этого, получают от этого магию, да, то есть, магическую энергию, или там те, кто должны, например, наносить себе какой-то вред, чтобы получать магическую энергию. Короче, там собрали все какие-то, типа, психологические расстройства, которые сейчас люди ходят и лечатся, а они там волшебники, отлично. Знаешь, что слово, оно мне очень похоже на American Gods, американский бог. Слушай, ты мне говоришь, а я такой, слушай, это не New Game, а не New Game. Да, похоже, похоже, похоже на New Game. Так что, на самом деле, на самом деле, интересная игра. Я не знаю, ко времени ли она сейчас, она во многом, это детище 90-х, очень, очень такое детище 90-х, со всеми этим его таким подростковым, постмодерном. Ну, не знаю, короче говоря. Оно есть, оно будет на русском языке. Наш русский рынок настольных ролевых игр настолько маленький, так что, даже если выбор у нас маленький, и берите, если у вас есть возможность, потому что прикольно, и попробовать даже, и поддержать всегда наш рынок. Так что, бегите на Crowder Republic, берите стартовый набор Unknown Armies, и потом осенью ждем нормальные, нормальные троекнижья, троебучья, как еще говорят правил. Следующее, что у нас на Кике, это Sleep Gate Checkpoint. Я думаю, что нужно закрыть глаза, сесть в интернет-клуб опять, и начать клацать в контру. Слушай, даже нет, даже не так. Это нужно прийти к своему другу, у которого есть компьютер, и втроем сидеть и играть в Doom. О, вот это вот, да, это то, что надо. Вот, вот. Короче, Sleep Gate Checkpoint, что это? Это на самом деле очень маленький, мелкий сапплемент, дополнение к маленькой, опять же, игре, которая называется, она называется Stay Frosty. Вообще не знаю, что это за система, но когда я увидел это дополнение, оно меня поразило в самое сердечко, потому что это игра, которая вдохновлена брутальными, жестокими, кровавыми шутерами, FPS-ами из середины 90-х. Да. Прямо в самое сердечко из Railgun'а. там есть фит, который может взять ваш персонаж, который называется Rocket Jumper, и я думаю, этим все сказано. Короче, игра, то есть, эта игра, вы играете, по сути, Doom Trooper, ну, грубо говоря, он там называется Ranger, и вы уничтожаете всяких, всяческих жутких демонов, которые заполонили, не знаю, там, космическую станцию из какого-то измерения боли. Божественно. Серьезно. Идите покупайте прямо сейчас. Это Doom, реально. Да, там 20, 20, 20 паундов стоит эта книжечка, я думаю, оно того стоит, вот, серьезно. Интересно, как играть в такое? Вообще не знаю, но это звучит невероятно круто. Блин, звучит офигенно, надо поиграть, что-то такое, просто такое, оно должно быть, ну, тогда система, наверное, какая-то должна быть супер-лайтовая. я думаю, супер-простая. Там взрываются головы, ты там летишь в кишках, там все же такое должно быть. Прикольно, прикольно. О, да. Ну, и последнее на кикстартере тоже небольшой проект, это стегийская библиотека, называется, ремастер стегийской библиотеки, от такого автора, Эми Аллен, это очень громкая девушка из Твиттера, которая, тем не менее, очень креативная, очень творческая, у нее очень интересные, оригинальные продукты, которые она издает. Это небольшой, опять же, система-независимый продукт, который, в принципе, подойдет под любой около ДНД что-нибудь, то есть даже под пятую редакцию, или там даже, может быть, по 3,5, короче. Ну, вообще нацелен, конечно же, на олдскульные такие около ДНД-шные ретроклоны. В общем, в чем интересная штука вот этой стегийской библиотеки, это, представьте себе, мультипространственная, мульти, то есть, библиотека, которая находится вне пространства-времени, которая соединяет в себе все библиотеки вселенной. Этот, библиотека Сигил? Да, короче, грубо говоря, которая содержит в себе все знания о том, что было и о том, что будет, и она генерит сама себя, то есть там механизмы, которые генерят вам, вашей партии приключенцев, эту библиотеку. Каждый раз, когда вы туда попадаете, она изменяется, и каждый раз вы попадаете во что-то новое, что-то другое. Там есть механики про то, как искать необходимую вам информацию, там есть около 40 видов монстров, которые там жуткие, интересные. Оно очень атмосферное, очень круто. Оно может быть в качестве ваншота, когда вашим персонажам придется отправиться в эту библиотеку за каким-то суперсакральным знанием. Или это может быть какая-то просто точка в вашей компании, в которую вы время от времени возвращаетесь. Выглядит очень... Ну, то есть, сама механика, как оно подано, оно очень интересно, оно очень, я не знаю, я каждый раз, когда я читаю... Ну, у меня есть старая редакция вот этого стигийской библиотеки, когда читаешь, там оно просто у тебя в голове начинает... Ты просто читаешь таблицу, у тебя начинает в голове всплывать всякие идеи о том, как это может выглядеть в реале. Я сейчас... Ну, ты мне так сказал, мне кажется, что есть когда-то или под Стру, или под Advanced Dungeons & Dragons, вот сейчас не помню, где был такой маленький сэпломент, назывался Moving Wall Castle. Это тоже то о том, что ты каждый раз, когда заходил в комнату, она выглядела по-другому, потому что стены менялись. Да, и вот библиотека, это тоже, и мне кажется, что она так летает. Да. На этом заканчиваем с новостями, ребята, так что там 25 паундов стоит стигийская библиотека с новыми крутыми артами, а теперь перейдем к Кафарнаум. Кафарнаум. Так, это The Tales of the Dragon Rock или История тех, которые пометил дракон, да? Или Шучу. Наверное, символ отмеченный драконом. Короче, без разницы. Расскажи, с чего начнем? Наверное, с чего начнем. С самого, если кому хочется услышать все и сразу, сразу, это можно в двух предложениях. Лучший псевдоарабский сеттинг, одна из худших игровых механик в мире. Все, мы вот тут можем закончить. Я знаю, что бы сказал, что механика сама по себе, она не есть хорошая или плохая, но она однозначно не подходит под эту игру. Ладно, давай начнем. Начнем с самого простого. Эта игра родилась в стране багетов и очень красивых как это, полосатых кофточек. И беретов. И беретов. Это французская игра, которая родилась в 2008 году и 10 лет понадобилась, пока она вышла на английском языке. Понятно, что за 10 лет поменялся вообще какое-то понятие о геймдизайне на столе ролевых, и это чувствуется тут. Но, тем не менее, когда в Европе издают игры про старый мир, имеется в виду псевдо, вот этот вот среднезамноморский округ, он чувствуется, что люди понимают, о чем они пишут, и он более реалистичен. Я сейчас вернусь к тому, о чем я говорю. Давай, в двух словах, это по сути игра, сам мир и сама игра, это сказки «Тысяча и одной ночи» и «Синбад мореплавец». Да, и это все, вот эти вот, все эти сказки, все эти Синбад, ну, то есть Синбад, на самом деле, из тысячи и одной ночи. Ну да, 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 то есть это, это все, они засунули в какое-то псевдо среднезамное море, я даже, даже не так называл бы, это греческое окумено, если кто не знает, что это за выражение, это когда Греция, известный мир, короче, греческий, где греческая культура присутствовала, они все это взяли, это начиная от Вавилона до Северной Африки, Европа, и все это в разные времена, они как-то все сослепили, то есть начиная от того, что тут есть крестоносцы, древние греки, древние греки, тут есть хафалиты, это арабская, арабская империя, и северно-африканские республики, которые процветают, и это все, понятно, они поменяли все имена, все перекрутили, и ты когда читаешь этот сеттинг, если ты разбираешься или увлекаешься вот этими вещами, ты каждый раз как-то себе подчеркиваешь такие вот забавные, как это, какие-то скрытые, да, отсылочки, которые идут, например, у нас есть тут бог, которого называют Джейсон, 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 ну я думаю, да, я его называю Джейсоном, будем его называть Джейсоном, чтобы никто не убедился, Джейсон является главным божеством среди наций, которые ходят на восток, отвоевывают земли, такие очень похожи на крестоносцев, вообще не, они называются quarterians, то есть, которые можно перевести как четвертованные, наверное, я бы перевел их, потому что их божество, Джейсона, четвертовали, привязали руки, ноги к четырем лошадям, и пустили их на четыре стороны света, и он, многие там, не сопротивлялся, и только в конце, они его порвали на части, и это самое, как выглядит символ этих четвертованных, это круг, и четыре буквы Т, которые расходятся вверх, ну, то есть, по четырем сторонам света, это такой, да, нигде я это не слыхал, на самом деле, книга сама не скрывает это, и в некоторых ремарках написано, что чуваки, типа, понятно, что это, ну, как бы, взят Иисус, перевернутый, что вы много всего с реального мира там найдете, от маджахедов, разных психологических или орденов, которые существовали и в настоящем, в историческом мире, они тут, тут отображены, они отображены, понятно, что в фантазийном мире, но, я об этом говорил, это мы пока что про сеттинг все говорим, я говорил и с тобой, и с Дашей об этом, ты, из-за того, что эта игра сделана не в реальных современного мира, и не в, не, как там, американском геймдизайне, тут есть такие вещи, которые ты уже очень много раз не встретишь в современном геймдизайне, начиная от отображения проблем реальных в мире, которые есть, например, неравенство женщин, полов, неравенство полов, да, или проблемы, какие-то, типа, социальные проблемы, которые могут возникать, и они тут все присутствуют в этой книге, а в современных играх они как-то их или сглаживают, или боятся о них говорить, потому что их, ну, то есть, явно книгу сразу будут осуждать, а тут очень классно сказано, что все эти вот неравенства, проблемы, рабство, вот эти вот все вещи, которые есть, они для того, чтобы ваши герои могли влиять на них, то есть, не обязательно, если вы играете, там, не знаю, за женщину, вы рабыня, да, хоть тут в этом мире, в многих частях, так и будет, или наоборот, женщина будет держать больше, чем 10 мужей, и они будут собаками, ну, то есть, ты можешь все равно играть с этого, этой части мира, но ты можешь быть тем, кто поменяет это, и мне кажется, это лучше подает всю, ну, типа, суть проблемы, вместо того, чтобы ее игнорировать полностью, или, типа, не говорить о ней, ее вот так вот поставляют как-то резким боком, и мне это очень понравилось, на самом деле, и оно исторически, как-то, подходит, и с другой стороны, оно сразу, типа, как-то, не знаю, оно, мне кажется, ну, в игре, более естественный подход, наверное, для игры, да, знаешь, что еще скажу, я когда начал читать про игру саму, и начал читать про сеттинг, я в какой-то момент, я сижу и думаю, блин, ну, это получается просто сборка, слепленная до кучи степлерами, синей изолентой, короче, клише, и просто рискин исторических каких-то вещей, но чем дальше я читал, тем больше я понимал, что это не совсем так, то есть, знаешь, это не то, что просто перекрашенные исторические какие-то моменты, культура, народы и так далее, это скорее, вот такой вот, очень правильно, это омаж от людей, которые очень хорошо понимают тему, и они делают, то есть, отсылки и реверансы, как творчество Тарантино, да, фильмы Тарантино, это просто, прям целиком процитированные сцены из разных фильмов, сделанные в другой интерпретации, но он делает это специально с любовью, к первоисточникам, чтобы, ну, дать, знаешь, такую дань уважения этим первоисточникам, и, наверное, вот тут как раз тот случай, когда ты читаешь, ты понимаешь, что все это понатаскано из разных исторических периодов, из разных регионов, но сделано это с любовью, да, и на самом деле интегрировано в кучу, весьма, весьма, так, красиво и элегантно. Это одна часть вот этого всей элегантности, а есть другая, как это, другая сторона монеты, да, в этом всем. Книга пробует подавать много всего с классического ближневосточного, ближневосточной мудростью, то есть подавая иногда учитель-ученик разговор, что классно, но с другой стороны, иногда, когда ты прочитаешь все, ты читаешь одну главу, ты дочитал главу, и думаешь, блин, а конец главы, а где была суть этого всего? И иногда, может быть, такой слог не подходит иногда, когда ты объясняешь какую-то игромеханическую вещь, и ты сидишь такой, оно очень красиво, но может не уместно в каких-то местах. Вот, то есть эта проблема, я так понял, в том, что именно игромеханическая часть, правило, та часть игры, которая должна объясняться максимально четко и прозрачно, объясняется в такой бытиеватой форме, как старая арабская сказка, и в итоге ты прочитал, и ты такой, красивая сказка, а потом такой, а нет, это правило, а, а, так, стоп, 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 а ну-ка еще раз. Чутка руми для того, чтобы это все как-то работало. Но есть в этом, ну, то есть, короче, весь сеттинг предполагает, следующее, весь, ну, то есть лоровое. Этот мир, понятно, в движении. Много, много лет назад драконы пропали, которые, драконы это, тут драконы это просто для того, чтобы оно было фэнтезийное, если вы заметите драконов на ангелы, это будет абсолютно точно то же. Короче, драконы пропали, и никто не знал, что происходит, потом они резко вернулись обратно, и они начали, как бы, оставлять свой след на наших героях. И каждый герой, он играет вот этим вот, как мы их назвали, помеченные, помеченные драконы, помеченные драконами. И из этого они имеют какие-то суперестественные силы, какие-то они более как-то, их зовет их судьба, для того, чтобы они совершили какие-то действия. Чуть перекликается мне с Hero Quest, Run Quest. Да. Вы особенные. Уже это классно, потому что оно сразу подает, что вы особенные, вы герои, и весь лор, вся история предполагает, что это героический сеттинг, где вы бегаете через крыши, кромсаете людей. Но тут у нас начинается, что наше колесо начинает крутиться, и мы начинаем идти к правилам, которые просто засовывают огромную палку в наше колесо, и мы выдираем. Да, именно в колесо, я хотел сказать. Да, проблема в том, что игра предполагает, читая все это, игра предполагает, что эти приключения, они героические, они пальповые в какой-то мере. То есть вот эти все прыжки с миноретов, полеты на коврах самолетов, драки с визирями каких-то, какими-то, да, на этих куполах золотых, там какого-нибудь Багдада и тому подобные вещи, там драки на ятаганах и все такое, погони на лошадях, но да, этого не получается. Короче, кто... Первая проблема. Ты создал игру, ты придумал правила, но ты не назвал, как эти правила называются. То есть я не могу сказать, что это Basic System, это система, которая просто использует вот эта вот игра, ее нету нигде в других местах. Как она работает? Достаточно своеобразная. Это dice-poolовая система. У тебя есть твои основные навыки. Вить, откроешь там Charge Sheet, там, по-моему, есть где-то красивый. Тот, который... Да-да. Вот это он? Да-да. Это он. Давай я его все поверну, мне тоже вот тут есть. У нас есть основные навыки, как и обычно во всех настольных ролевых играх, там сила, телосложение, все классическое. И потом наши умения, которые потом комбинируются в dice-pool. Это все супер просто. Мы это все видели, мы это все знаем. Все это знаем. Ну, когда ты кидаешь этот dice-pool, у тебя... Вот тут вот начинается уже такое кряхтение всего. У тебя есть два значения. Первым же твой суммарный dice-pool и значение твоего... твоей характеристики. То есть, например, если я хочу скакать на лошади, у меня ловкость три и скакать на лошади два. То есть, общий пул пять, но ловкость у меня три. То есть, возле скилла пишется пять-три. Сейчас, сейчас математика. Сейчас вы поймете. Я кидаю пять dice-ов. До шестых. До шестых, да. И считаю только три значения из них, потому что у меня максимум, это я могу вычтить три. Потом, у меня остается еще два dice-а. Эти два dice-а влияют на то, то есть, тут суммарно нам нужно выше выкинуть. То есть, есть сложность, например, там 13. Если суммарно ваши три dice-а набирают там 13, получается все. Но эти два dice-а, которые остались, которые ты не посчитал, они начинают быть уровень успеха. Да. Чем больше тут цифры, тем лучше у тебя и успех. Там целая таблица, которая имеет градацию, то есть, у тебя может быть супер-успех, успех, успеха супер-супер-супер-испех. Не в том суть. Суть в том, что понятно, что мы можем это понять, ну, то есть, мы поиграем, мы поймем, но проблема в том, что это очень долго. А ты забыл еще добавить, что там есть Dragon Dice. Отдельные dice-а дракона, которые взрываются, которые идут дополнительно к этому броску. А еще, если ты захочешь, у тебя есть такая штука в центре твоего чарника, верни нам его, пожалуйста. У нас есть такая штука, как храбрость, твоя вера и твоя, как это, лоялти? Верность. Верность, верность, да. Преданность. Преданность, да. Это так, оно работает, похоже, как в D&D, твое вдохновение. Inspiration. Да, то есть, только есть три разных, тебе выдает Al Rawi, так называемый мастер, ведущий, рассказчик, 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 и ты их можешь использовать сжечь для того, чтобы менять дайсы, потому что еще, ну, вот это вот, на самом деле, мне нравится, что тут есть такая штука, каждый персонаж, ну, понятно, ты имеет какие-то скиллы, да, которые он может использовать в бою, и ему нужно выбросить так называемое как это, созвездие. Это означает, что на дайсах должно быть три одинаковых значения, и ты можешь использовать вот этот вот внутренний, вот этот вот пул вдохновения, там, храбрости, все такое, для того, чтобы поменять. Вы сейчас все это послушали, и я не могу понять, как можно произвести игру, когда я перепрыгиваю через базар, бегу со своим шашметаром, за мной бегут миллион каких-то охранников, и я пробую запрыгнуть в свой ковер-самолет, и взорвать джина, и между делом быть, не знаю, там, красавчиком. Как я это могу сделать без того, чтобы вся сцена не начинают лопаться, когда я начинаю все эти дайсы бросать вот так вот. Да, и там, я так понял, есть еще одна проблемка, которая заключается в том, что дайс-пулы иногда могут быть огромными, то есть там 15 кубиков бросить в этой системе, это реальность. То есть 15 кубиков в дайс-пуле, и ты такой начинаешь считать, так-так-так-так-так, сколько у меня этого, так-того-того, это у нас отдельно идет сумма этого, это отдельно идет сумма этого. Так, тут мы посчитали, так проходит, да, тут мы посчитали, тут у нас получается такой уровень успеха, так, а на Dragon Dice у нас выпало столько-то, ага, эти кубики взорвались, мы их перекидываем, ага, так, теперь в сумме столько-то получается, а теперь я хочу использовать там свою преданность для того, чтобы выкинуть еще там созвездие. И ты еще не кидал дамаг. Да, я еще не кинул дамаг, да. Да, то есть там жестко это все. То есть, по сравнению с вот этим вот, система в Генезисе намного проще, на самом деле. Хотя я до сих пор считаю одной из самых сложных, в которые мы играли, то есть такой затянутой и тягучей. Тяжело. Есть другая еще штука, которая, ну, если мы уже так говорим, понятно, что самая большая, в скавычках, негативная часть этой всей штуки, это то, что система чуть тяжеловатая. Но есть другие аспекты, которые, ну, радуют душу, например, в том, опять же говорю, что это абсолютно европейский флейвер о том, что описание, кто твой герой? Ты можешь быть разбойником, можешь быть как-то защитником, героем, или всемирно известным любовником. Да, да. Ну, это тоже, но это тоже часть Тысячу и одной ночи. То есть это там все вот это вот такое в открытую играющее. Мне, например, понравилась, на самом деле понравилась система генерации, ну, то есть часть генерации персонажа, когда мы выбираем нашу, по сути, профессию, можно так назвать, класс, не класс. То есть у нас в игре поделены группы навыков на 8 как бы таких архетипов, вот, назовем их так, архетипами. Воин, вор, поэт, да, да, там какой-нибудь мудрец и тому подобные вещи. И мы говорим, например, что воин у нас это наш самый приоритетный архетип, у него мы получаем самое большое количество очков, чтобы распределить между навыками воина. Потом мы говорим, второстепенным нашим архетипом будет, к примеру, мудрец, то есть воин-мудрец. На него мы получаем там чуть меньше навыков и потом мы выбираем наши, как бы, как это, третисортные, третисортные, да, аспекты и туда записываем самое маленькое количество навыков. То есть это прикольно и да, это очень похоже на вот эти все японские настольно-ролевые игры, где мы выбираем мы два раза воин и один раз мы волшебник. Или вот мы два волшебника, один вор и один воин. То есть... Это классно, но, типа, очень много раз в многих играх очень большое количество навыков, которые ты не знаешь, как они вяжутся, а тут из-за того, что такие вот прям архетипные, фантастические приключения, и ты представляешь, вот я хочу быть... как-то... Вот тут, например, есть вор-поэт. Ну, блин, это уже... У меня в голове уже сразу это такое... Ну, да, да. Какой-то... Вор-поэт. Вор-поэт. Кроме того, там, я так понимаю, ты собираешь еще... Ну, то есть, когда весь свой класс ты собираешь... Сначала ты выбираешь кровь, это откуда твой персонаж, ты выбираешь, какое у него призвание. И клан еще. Клан, призвание и его профессию. Да. То есть это прикольно. Очень много есть каких-то аспектов, фигурирующих, но, опять же, игровая система не позволяет это сделать. Ощутить в полной мере, да, наверное. Почему одно из... Почему я вообще, ну, то есть, хотел поговорить про эту игру? Потому что мне кажется, что в этой системе есть какие-то аспекты, которые может... Ну, то есть она попала в английский... В английскую, типа, RPG-шную серу. Среду, да. Среду только сейчас, да. То есть прошлось много времени и понятно, что это устарело. И достаточно хороший был даже и кикстартер у них, когда они это делали. То есть людям было интересно. Потому что, ну, всем понятно, что сеттинг привлекает. И я, на самом деле, ну, как... Моя личная как-то надежда о том, что будет какой-то ревайз когда-то, подумает о том, что как это бы приплюснуть, заплюснуть и сделать с него что-то красивое. Ну, тут есть, например, тоже магия работает похоже, как в Варс Магике. То есть три ключевых слова. По ключевым словам, да. Ключевое слово. Есть вещи, которые классно работают. Есть вот эти вот уровень противников. Есть вот эти вот так называемые шлепочники. Это самый низкий уровень противников. Миньоны. Миньоны, да, которых ты... Но это придает вот этой вот аспекту тому, чтобы это было героическое, героическое. То есть ты сколько успехов выкинул, столько ты их сверг, да. Но тоже другая интересная штука, тоже такая, мне кажется, в стиле сказок тысячи и одной ночи, что в ДНД, когда мы играем, мы должны говорить, что когда мы не хотим кого-то убить. Да, то есть если ты на ноль хитпоинтов его там вынес, ты говоришь, ну, я не хочу его убивать. А тут наоборот. Тут всегда предполагаешь, что ты их обезвредил, ты их не убиваешь, потому что твой враг всегда может стать твоим другом, в конце концов, в твоей истории. То есть есть такие вот вещи, которые очень радуют. Так что, да, Кафар Наум. У него есть еще книжечка отдельная по начальному приключению, которую я читал, которая, ну, типа, если не играть в нее, просто взять все выкинуть все механическое и поиграть в нее. Оно супер атмосферное. Джинны, пустыни, драконы в пустыне. И, кроме того, я больше, чем уверен, что с этой игры содрали Одиссея... как это? Как оно, господи? The Odyssey of the Dragon... Я тоже не помню, как называется. Потому что Модифиус тоже дает эту игру, на самом деле. Это новое издание, ну, не новое уже, издание по ДНД, чтобы играть в Древнюю Грецию, про которую мы поговорим обязательно. Одиссея. Dragon Lords. Нет, не Dragon Lords. Odyssey of the Dragon Lords. Да, да. Мы поговорим, когда выйдет сапплемент официальный под 5A, и мы их сравним. Но идея того, что драконы, драконы... Вы отмечены драконами. Там героические пункты. Вот прям очень пахнет этим. Не знаю, вдохновлялись ли автора этой игрой, но все-таки есть что-то. Так что такая вот игра Тысяча и одна ночь. Тысяча и одна ночь здорового человека. Я вам вот серьезно говорю, если вы хотите реально почувствовать вот такую вот правильную гремучую смесь из всего, играя древними греками, персами, вавилонскими тварями, северно-африканскими племенами или крестоносцами, или даже псевдо-святая земля, которая там находится, которая пробует отжать. Все это есть тут. Оно продается на сайте Modiphius сейчас, и предполагается, что за этот год еще должно выйти два сапплемента, это Монстрятник и Ширма Аль-Рави для того, чтобы это играть. Так что попробовать можно всегда, хотя бы вдохновиться самим красочным сеттингом, я думаю, всем то, что надо. Такая вот игра, ребят, а тем временем мы почитаем чатик, поотвечаем на ваши вопросы, поболтаем с вами, и да, вот так вот. Как у вас проходит суббота? Арт-говно. Еще, это я забыл сказать. А, и арт-арт. Арт. Вообще отстойный, но это не суть важна. Просто, чтобы вы знали, да, там все очень плохо. Ничего. Карта красивая очень. Карта красивая, да. Так что вот так вот. Кафарнау. Кафарн. Может, Кафарн? Кафарнау. Слушай, это не Карфагену отсылка? Вообще, это город есть такой в Северной Африке. Ну, не знаю, короче. По-английски он по-другому, кстати, пишется. Это французское написание. Это название города. Так в смысле, в французском есть умлаут? Нет умлаута? Нет, но по-английски не так пишется. это, да. Окей. Гудно. Капер... Короче, я не помню, как он называется. Капердак. Капердак. Ребята, но у нас, у нас, наконец-то, мы потихонечку тут уже в силу собираем в кулак для того, чтобы что-то выпустить на YouTube для вас. Мы готовимся. Собрали все космические энергии для того, чтобы это все сделать. Так что всем, всем ожидать. Ожидайте. Так, Блэнк Актус передает тебе привет, Даша. Да, всегда рады ответить на ваши вопросы. Между делом, Сань. Да. У нас есть какие-то, вообще, ты видел какие-то игры, которые ты ожидаешь или что-то мы, такое было бы прям, вот, прям то, что мы, кроме наших спагеттного фэнтези, которые мы говорили. А, из тех игр, которые вот я жду прямо, да, чтобы было бы интересно. Ой. На Kickstarter очень много вещей, которые у меня висят, ну, которые я поддержал, и некоторые из них я реально очень жду. Например, мне очень интересно подержать в руках Troubleshooters. А, окей. Она очень красивая, она забавная, мне кажется. Посмотрим, что из этого получится. тинки-винки. Да, да, да. Знаешь, сказать, сказать честно, сейчас как-то вот нет такого, что прям горю в ожидании чего-то. Ну, вот, очень интересный проект, конечно, Бронколония. Мне интересно, что из него получится. По крайней мере, обвертка очень сочная. Заболония засолся. Да, 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 да. Что касается каких-то вот прям игр, которые я жду, ну, сказать честно, сейчас, наверное, нет. А, нет, пожалуй, я очень жду, что сделают Goodman Games с DCC по циклу Джека Венса, Дangers. Вот, мне действительно интересно, что из этого получится. Я очень люблю Dungeon Crow Classics, и мне очень интересно посмотреть на него в интерпретации, да, классических, классических фэнтезийных рассказов Джека Венса, отца нашей системы магии с Dungeons & Dragons с ячейками и с полслотами. Окей, так, ладно, начну читать. Виталик, какие ощущения после общения с мастерами на неделю оно, или еще не было? Я уже говорил, да, с ними. Ощущения отличные, ребята, многие, очень много классные фидбэки уже были, какие-то комментарии про саму писанину, мы обговорили какие-то вещи, очень много людей хотят что-то свое внести на пустую карту, и мы говорили о том, что кто-то там какой-то город хочет где-то поставить, кто-то хочет прям произвести какую-то историческую, вот Кивра, например, хочет отыграть то, как Ханид, ой, не Ханид, как Брал и Хурхон заключили мир, и это тот момент, когда, не буду спойлерить, если его игроки, не дай бог, тут будут, тот момент, когда посыльный несет посылку о мире, и он застрет в одном городе, и грядет война, и типа он застрял там. Интересно, классная идея, очень классная идея. Так что, да, было интересно. ой, так, 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 оу, Winter Nights, привет, а про выпуск предзаказа Тайных Асферы рассказывали, да, еще в прошлом выпуске нашем. Да, про них ангонснули. Да, и у нас на ВК-шечке висит пост от студии, так что, да. тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Блин, что-то, как только чат включить, такая есть функция? Да. А разве Одиссея не вышла уже, спрашивает Амфитрион. Конечно, вышла, она вышла. Мы не про Одиссею говорили, а уходит под пятую редакцию официальный сеттинг, который, по-моему, из МТГ перетянули. Терос. Терос. И я просто, мы не хотели говорить про одно и другое, а просто вместе их поставить и посмотреть, какая Древняя Греция побеждает. Да, да, да. Так. Вот, Капернаум, это по-английски, а вот этот вот Кафарнаум, это по-французски написание просто. Ух, так. Вильгефордс, Вечерний Костик. Рассказчик Александр, вы делали статью по источникам вдохновения для легенды Пяти колец. Стоит ли ждать подобного по кровавым ублюдкам? Да, я сделаю. С телею. Так, с Мастера на неделю и Ноа уже собрались, я упустил момент, упустил момент, спрашивают Пан Клей, Пан Клей, получается, да? Вся информация в Дискорде, там уже можно записаться игроком. Виталий? Игроком с понедельника начинается неделя. До этого было разговоры с гейммастерами, которые будут вести разные игры. М.O.Q. Ред, Морк Борк Культ поддержали, обзор будет? Да, я поддержал проект, конечно же, не мог пройти мимо. Посмотрим, когда выйдет. Это Фанзин? Да, 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 посмотрим, сколько в нем контента, то есть, есть ли смысл делать отдельный эпизод обзора на него. вот. Ну, а в любом случае, буду рад поболтать о нем, там, не знаю, в чате нашим голосовом на Дискорде. Такс. Так, во что собираетесь поиграть после окончания третьего сезона Кровавых Ублюдков? Евген Эльф спрашивает. О, во-первых, отдохну. Я думаю, мы поиграем какое-то время в ваншоты или небольшие мини-истории. Собралась очень большой громад е-планов, а потом, я думаю, после лета начнем, ну, я начну еще одну компанию интересную какую-нибудь побольше на замену ублюдочкам. Такс. Кира Рей спрашивает про открытки еще с зимы. Конечно, мы все отправили уже довольно давно. Такс. Так, Ник Шетвич, Александр, Александр, был опыт вождения Rogue Trader. Не водил, но играл. Я играл в Rogue Trader, ну, очень на любителя, если честно, система и игра сама по себе. Такое. 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 Такс. Rock and Dice спрашивает о том, что есть ли смысл выбросить механику Кафринамма и использовать этот сеттинг, чтобы играть в WTA или в D&D. Абсолютно. Типа easy-breezy. Есть некоторые вещи, там даже вот эти вот переносить вот эти вот какие-то маленькие специфики, например, созвездии для того, чтобы скиллы работали. Я даже это могу представить как в D&D. Я уверен, что и в WTA можно сделать какой-то типа хитрый ход для того, чтобы вот эти вот маленькие какие-то флафовые вещи оставить. Конечно. А так вот можно абсолютно. Почему нет? Но это работа. Таурион Тинвальд. Нет вопросов. Просто соскучился и рад видеть вас вживую на экране. Привет из Баку и сердечко. Спасибо. Мы тоже рады читать твое сообщение. Когда начнутся летние ваншоты? Ну, очевидно, когда закончим ублюдков, тогда и начнутся. Какие планы на летние ваншоты? У меня есть одна игра. Она в золотом треугольнике. Больше не могу говорить. Все. Мы очень ждем. Космос? Какой космос? А, ну так это давай ты сама уже расскажешь. Ты сама расскажешь, когда будет анонс. А то ты тут спойлеришь. Да. Так. Какой сеттинг хотелось бы сыграть? Ну, опять же, ребят, мы уже не раз говорили о том, что нас не интересует сам сеттинг сам по себе или там конкретно какая-то игра сама по себе. У нас вопрос стоит в том, в какую тему, во что мы хотим поиграть, ну, во что именно тематически или в какие, не знаю, архетипы мы хотим сыграть, в какие тропы мы хотим сыграть, а потом мы уже подбираем то, что больше подходит. То есть, сеттинг он не столь важен на самом деле, ребят. Тут классный вопрос. После какой-нибудь игры вы зарекались больше никогда не играть в анари? Такого, ну, у меня такого не было, но у меня было о том, что точно не хочу никогда играть в эту систему после Звездных войн, потому что я сидел всю дорогу такой, и история была офигенная, все, Мандалорец, отрубили руку, но я бросаю, я такой, что? у него там, у него там с этим, успех с глыной, с подливкой, что происходит? Триумфы, диспейры, тройной, тройной успех с подливкой, я смотрел на вас, я понимал, что вы вообще дупляне отсекаете до самого конца игры, что происходит? Кстати, Кафернауми, вот этот, вот же, градация успеха, и ты такой, ой, ой, да, так, сераф 1, я впервые попал на стрим горячих ролевых, привет с Дальнего Востока, привет и тебе! Воу, доброе утро, если ты с самого Дальнего, уже должно быть плюс 8, это уже, это уже почти утро, привет! Да, есть ли другие проекты Мира Тьмы, в которые вы хотите сыграть? Маги? Может быть, что-нибудь коротенькое по Хантерам? И пока что все. Будет ли третья кассета Детей и Роботов? Будет, конечно же. Гоблин спрашивал, будешь ли ты на неделях одного водить? Будешь водить? Его просто все спрашивают об этом. Мест больше нет, как я говорил, когда-то на этом. Ребят, у меня сейчас вообще такой период жизни, что я хотел, чтобы все материалы, которые я отдавал на неделю, но первым же делом я сдвинул на месяц этот весь, всю эту штуку, а потом я хотел это все, чтобы было красиво и отредактировано, но ничего не успел, потому что дописал, только-только перевели, только свел все в умы, и Шаман до сих пор, я знаю, что там левитирует в переводе, и он тоже должен был. Если бы я еще бы и вводил игру, я бы, наверное, не смог это сделать. Пока что не могу. Кстати, Панк Лэй тоже с Дальнего Востока. Привет. Здорово. Издалека, ребята. Ветер 992. Будет какая-нибудь игра про банду рейдеров в водном мире? Это как Водный мир. Помнишь фильм? Офигительный. Да. Он на катамаране плавал и искал Эверест. Это типа Мэд Макс. Да, водный Мэд Макс. Водный Мэд Макс. Тот огненной, тот огненный. Пыльный. Пыльный Мэд Макс и Мэд Макс с брызгами. Взрывшний Мэд Макс. Ну, на самом деле, интересная, веселая идея. Я очень любил фильм. Я обожал фильм. И офигенная игра на Нинтендо была. Блин, а может что-то поводить в что-то подводное? Ну, это, блин, какой-то Аквамен. Я не знаю. Помните, такой был сериал, назывался Морские Приключения. Нет, как он назывался? Я забыл, как он назывался. Там была подводная лодка Морский Вов. По 1 плюс 1 шла. И там капитана подводной лодки играл вот этот, и черт, я забыл этого чувака. Он играл президента во всех дешевых боевиках с Джонгоном Ван Дамом, короче. Такой седой чувак. Он играл президента везде. А там он был капитаном подводной лодки. У них был дельфин, умный дельфин в подводной лодке жил, кстати. Такая футуристическая подводная лодка. О, я помню, да. Это как Стартрек под водой, короче. Это было жесть очень. Я вспомнил, о чем ты говоришь. Про дельфина все сразу мне... Да, да, да. Ох. Окей. В какую тему... Так, Типикал Сморк. В какую тему? За кого? Во что? За горничных в космосе, за ковбоев в постапокалипсисе, за гладиаторов в киберпанке. За гладиаторов в киберпанке. Не знаю. Ребят, ну, следите за анонсами. О, книга упала. Спец эффект. Следите за анонсами. То есть, у нас очень много есть каких-то хотелок, но есть, то есть, определенные расписания какие-то, то есть, когда что, когда к чему мы готовы, такие вот вещи. Вот, так что... Си-квест. Да, вот так назывался этот сериал. Господи, какое говно. Я смотрел, когда я был ребенком. Так. У тебя выбора не было. Да, у меня выбора не было. Либо Ксена, это было классно, либо Геркулес тоже. Дерьмо, оно офигенно. И сейчас, когда смотрите, ну, тогда мне казалось, Ксена, когда начинался этот, у нее там интро такой, ну, это же было... На один плюс один тоже. Это же было точно так же, ну, как бы, как это, реверанс Конону. Там, королева, королева воин, зен. Не, она Ксена же. Мы же Ксена говорим. Зина. Но по-русски она Зина. Потому что Зина, ее называть было бы, да, не круто. Ну, по-русски она Зина, нет? Не, Зина. Она Зина. А у нас Зина она была? у нас она Ксена была. Мы говорим Ксена, потому что это, ну, Ксена она у нас была. Да. В русском переводится, она Зина, королева воин, не получил. За легенд, за часи легенда царев, коли багатостраждальна земля чекала героя. Нифига себе, все пошло. Ого, ого. Ого. ста, 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 они на лошадях там, лошадях. И потом этот, флосап кадр, ее это, чакры, которая она кидает. И там, и там, Брюс Кэмпбелл играл, короля воров. Брюс Кэмпбелл играл, короля воров. Потом, там был этот, Джоксер, Джоксер, это брат этого режиссера, который снял, Джоксер там, брак такой. Он снял, спайдермена, его брат, это режиссер спайдермена, первого, с Тоби Магуайром. Так, ладно, так, так. Я до сих пор это помню. Ох. Нормально. PTITC001 спрашивает, может уже спрашивали, как вы относитесь к Starfinder? Мы относимся к Starfinder абсолютно нейтрально. А где он? Он где-то валя. Не подчаялся. А он был тут. Он тут был. Он когда-то был на дисплее. Мы считаем, если быть серьезными, мы не без юмористических подставок, мы считаем, что Starfinder был переходным проектом для того, чтобы создать Pathfinder 2. О, еще Ксена могла типа так вырубить тебя. Не, она не так делала. Она делала так, и ты типа, о, у тебя есть 30 секунд. расскажи нам, куда ты спрятан. Она была 17 уровня, этот монах. Да, Тюринг-Поум. Да, да. Ой, таблички эмоций, пришлось их сжечь, потому что было очень холодно на студии, нам нужно было развести тут костер, чтобы собираться. Кстати, ребята, мы собираем донат. Чувак, я опять забыл, это третий год подряд. Мы купили все в студию, у нас нет кондиционера, и через пару дней начинается лето опять. И я понимаю, что у нас какая-то реальная проблема. С кондиционерами, да. У нас постоянно проблема с кондиционерами. Почему? Потому что у нас их нет. Так. Призрак печенка. Что? Печенека. Печенека. Печенека, может быть. Печенека. Когда можно ждать книгу ПНО, Виталий? Может, печенье. Печенье-ка. Печенье. У тебя тоже чат открыт и почитает. Я потеряла. Когда? Тебя спрятать? Когда мы пройдем множество плейтестов, надеюсь... Зачасив царифталэнтка. На самом деле, очень надеюсь, что до следующего года мы сможем это сделать. Да, правильно. Если мы поставим тут вентилятор, мне постоянно придется на него дерьмо вбрасывать, так что... Вы будете слушать как будто наши первые стримы, когда... Все мы будем сидеть, и у Вани, у него же волосы роскошные, такие он будет... И Виталика тоже, конечно же. Они будут сидеть, и когда он будет на них поворачиваться, у них волосы так... Я потом опять... Вот так вот будет происходить все. А, у тебя тоже волосы, да, точно. Спасибо, что заметил. Такс. Ты тоже человек. Компанию в Пазене с Дашей в главной роли. Обязательно. Но это должно быть DCC. Да. О, Вильги Форс, идея про детей-ментов под прикрытием для Tales from the Loop. Мне кажется, это есть... Это стопроцентный бан. Я вам отвечаю. Там, как только начнется все идти вниз, вниз, там сразу пойдут... Короче, мы не сможем выбраться с этого. Дети разбитых фонарей будут. Там будет... Я буду играть маленьким дукалисом, короче. Я буду маленьким дукалисом, а Даша будет нашим мухомором. Это типа... Рассказчик. Рассказчик-мухомор. А у нас... А как там... Как будет звучать главная фраза? У нас убийство. Как это... По коням, да? По коням. А ты будешь Казанова играть. Понятно. Это было... Я даже другого не ожидал. Как выглядит 13-летний Казанова? О-о-о! Нелегально. Нелегально выглядит? А дукалис 13-летний. Ну и... А мухомору 19, но он тусит с детьми, короче. Кто-то спрашивает, Олгик спрашивает, если бы было бы NRE по вселенной Borderlands, пробовали бы ее? Это компьютерная игра, да? Да. Это стимпанк какой-то? Нет, это постапокалипсис, такой супердинамичный, бодрый, с огромной кучей пушек, которые, по-моему, не заканчиваются. То есть ты каждый раз, когда ты лутаешь новую пушку, это другая пушка. Вот. Оно такое, типа, мультяшно нарисованное, супердинамичное, офигенный юмор. Я не знаю, типа, нужно ли? То есть... Мне кажется, что прелесть этого сеттинга именно в играх раскрывается. И, кстати, у этих, у... Как эти? Telltale Games. У них офигенная, офигенный квест, кстати, по этому, по Borderlands. Так что... Демократа, вижу, спрашивает. Тут уже один раз промелькнул, я читаю, не заметил первый раз. Не функционирует у меня мозг уже. Ребята, читали классический рунг-квест после игры в новой редакции? Я... Когда мы играли в рунг-квест, я думаю, что ребята сказали, больше никогда не хотим видеть рунг-квеста и его правила. Я читал и оригинальные правила, но мне нравятся новые намного лучше. Они, ну, то есть... Ну, блин, гейм-дизайн очень поменялся с тех пор, а тот рунг-квест был еще более complicated. Так что... Ну, знаешь, я скажу так, что правила в рунг-квесте, они не есть, типа, плохие или суперсложные. Просто для стрима оно, ну, блин... Тяжело. Я говорю, это нужно сесть спокойно, с чайком, с расстановочкой, поставить печенька рядом с собой. И так вот прийти в 6 часов или в 4 часа после обеда в субботу кому-то домой, засесть и до часу ночи вот так спокойно, себе тихонько, не спеша играть. Вот тогда рунг-квест раскрывается на 100%. А когда у тебя там 3-4, ну, там, от силы там под 5 часов, типа, да, вы хотите все это закончить... И ты хочешь показать игру. И ты хочешь показать игру, и, блин, оно не работает, к сожалению, для стримов. Так, ладно, давай будем потихонечку закрываться. Я вижу, что мы уже что-то засиделись. Еще 1-2 вопроса, и мы будем управляться на наш заслуженный покой. Да. Ух, полетел. Ну. По какой системе будет удобнее всего водить игру про команду суперзлодеев? Саша, это вопрос к тебе. Ты же механик. Да, меня называли механиком. У нас статья на кости RPG, и там всех нас разобрали по типажам персонажей. Я механик, оказывается. Игроков. Да, да, да. Игроков, да. То есть для меня самое важное это баланс в игре и правильная механика. Так, короче, какая лучше всего подходит под этот самый, да, суперзлодеев? Я уверен, что есть какой-нибудь хак, маленький хак под PBTA, скорее всего, который идеально заточен специально под игру суперзлодеями. Вот я уверен, что он есть. Потому что нет такой, это как правило, да, с порнухой, которая, то есть любая тема, которую ты придумаешь, на это есть порно-версия, да. И вот точно так же с PBTA. Я думаю, любая тема, которую вы придумаете, есть PBTA-хак под нее. Вот. Так что я не знаю, честно говоря. Ну, типа, серьезно. Потому что город туманов, да, The City of Mist, он не об этом. Он абсолютно не об этом. Он не столько даже про супергероев. У него другая идея вообще сама по себе. есть старые игры, типа Champions, или там есть, как она там называлась, Mutants and Masterminds, которые про супергероев. Можно взять их, но они там, это старые игры, и, соответственно, геймдизайн там специфический. Слушай, я не смотрела, но у DC нету своей какой-то системы? Есть Marvel, у Marvel есть свои. У DC тоже есть. Ну, может быть, но они ужасные. Это как этот, как это, Уэнди с их. Да, 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 да. Я думаю, последний вопрос вот такой вот. А вы сейчас будете кушать на стриме? Я знаю, что всем почему-то это очень понравилось. Уэнг. Как? Да, да. Гэнгбэнг или что? Не Гэнгбэнг, Виталик. Просто не говори. Да. Короче, мы не будем сейчас кушать. Я пойду домой и поем, и это будет вкусно. Думаю, на этом всем закончу. Какая... И все. Давай заканчивай. Я голодный. Пицца в студию. Тут кто-то пишет пиццу в студию. Закажите нам пиццу в студию, и мы тогда будем есть пиццу в студию. Да, да. Чтобы заканчивался стрим, тут чувак, чувак этот должен постучать и типа вот я принес вам. А можно крем-сосиск? С экстра-сосиской. С экстра-сосиской, да. Это, это, это Витя. Да. На самом деле, слушай, нам нужно просто выложить на Дискорде, чтобы внизу был такой блочок со службами доставки в Ужгороде. Так есть приложение? Я скачал Delivery Lime и все. Да, но нужно просто ссылочку показать людям, чтобы люди знали и могли заказать, правильно? А если мы умирем вот от ожирения? Потому что я боюсь, что произойдет какая-то полная эта, и мы тут будем, короче, как этот, какой-то знаешь, фудпорн. Мы типа будем уже, блин, уже литься, жир, и мы такие... Давай заказывать сюда суши. Чтобы гастрит получить? Спасибо. Не, ну, супы. Саша, Саша, Виталий и один бограч. Видел такое видео? На этом все мы и закончим, ребята. Всем спасибо, что вы сегодня были. Капернаум. Тысяча и одна ночь. Пока! Что, я сломал телефон?